Уголовное производство открыли из-за ДТП в Одесской области. В аварии погибли 9 человек и 4 в тяжелом состоянии, так сообщили в нас полиции. Накануне фура столкнулась с маршруткой. Произошло это между селами Новая долина и Прелиманская. Водителя грузовика после оказания медпомощи задержали. Правоохранители установили, ДТП произошло по его вине. Дело открыли по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Тайник с боеприпасами нашли в Луганской области. Схрон выявили на территории заброшенной шахты, где раньше дислоцировались боевики. Об этом сообщили в национальной полиции. В тайнике нашли гранатометы, мины, детонаторы, гранаты и патроны разного калибра. На мосту в станицу Луганской уже кладут бетонные плиты и устанавливают металлоконструкции. Украинская сторона продолжает ремонт разрушенного моста, сообщает пресс-центр объединенных сил. Также укрепляют фундамент, временные переправы и дорогу. Возле разлома моста работают волонтеры и представители Красного Креста. В свою очередь, боевики так и не начали восстановление своей части, говорится в сообщении. Мост в станице Луганской разрушен уже четвертый год. Его ремонт – это один из пунктов минских договоренностей. Олег Сенцов представил новую книгу «Маркетер». Она стала второй в трилогии автора. Первое «Жития» вышло в мае этого года. На сегодняшнюю презентацию во Львовскую национальную филармонию пришли сотни людей. Украинский режиссер написал книгу полгода назад, когда находился в застенках Кремля. Это сборник малой автобиографической прозы о студенческой жизни автора. Сдача экзаменов, будни в общежитии, безденежье, веселье, любовь и дружба. Кроме того, в рамках 26-го форума издателей Олег Сенцов принял участие в акции в поддержку украинских политических узников Кремля. Участники читали письма политзаключенных, которых удерживают в России и оккупированном Крыму. Пережить войну и выйти на сцену. Украинские военнослужащие организовали театр. Сами пишут спектакли и играют в них. Во Львове состоялась премьера представления «Голоса». Корреспонденты ЮЭТВ побывали на спектакле и за кулисами. Вдохнули так, чтобы живот выпятился. Живот выпячивается. Перед спектаклем психологическая разгрузка. Военные входят в роль, отпускают эмоции и переживания. Наверное, я хотела бы сейчас думать, что машина состоит из ездилки великого. Но, к сожалению, мне приходится знать, сколько запчастей в ней есть и как часто они все ломаются. Екатерина со сцены рассказывает о своем военном прошлом. В 2014-м она по своей инициативе организовала волонтеров и помогала военным по всей линии фронта. В 2014-м году, когда было очень много потерь не только убитыми, но и ранеными, бывало, что приезжаешь раз от раза, тебя не было неделю, а там состав наполовину сменился. Приезжаешь, там 200, там 200, там 200, там 200, там 200. В смысле погибших. Мне было проще не помнить ни имен, ни лиц, ничего. 35-летний украинский военнослужащий Роман Гребенюк провел три ротации в Донецком аэропорту. Говорит, что побывал в настоящем аду. Потерял многих побратимов, не раз прощался с жизнью. Мы заехали в Донецк, в аэропорт, и мы выжили. Частично, но выжили. Я видел, как убивают моих друзей. Я видел, как один погибает, а другому цепляет каску. В 2015-м Роман вернулся во Львов и поступил учиться в Академию сухопутных войск. Начал новую жизнь, но ужасные картины перед глазами парня до сих пор не исчезли. Сложно всегда. Понимаете, ты это скрываешь в себе. Прячешь, прячешь, а оно вырывается. И тут я решил, наконец, осознанно этим поделиться. Андрей помнит каждого погибшего побратима. Война забрала и его родного брата. Андрей был участником революции достоинства, а потом, не дождавшись ротации, пошел добровольцем на войну. Я слишком долго молчал. С началом революции и на войне. Я мало с кем говорил. Сейчас я понимаю, что об этом надо рассказывать людям. Длинные восьмичасовые репетиции каждый день. И за три недели им удалось поставить спектакль. Зрители плачут. Аплодисменты не стихают несколько минут. Премьера спектакля состоялась только на этой неделе, но актеры уже получили несколько предложений из-за рубежа. Однако сначала они хотят рассказать свою историю на родной земле и планируют тур в разные города Украины. Юлия Билли, Вадим Дмитриев, Львов, Юэй ТВ. В Гонконге десятки людей забаррикадировались в торговом центре «Шатин». Участники антиправительственной акции построили преграды около шопинг-мола и подожгли их, чтобы не подпустить правоохранителей. Полицейские применили слезоточивый газ. Внутри торгового центра также баррикады. Кроме того, демонстранты облили пол водой с маслом и мылом. Все для того, чтобы не пустить вовнутрь полицейских. Активисты обвиняют власти автономии в подавлении демократических свобод и нежелании разрешить политический кризис. Митинги продолжаются уже больше трех месяцев. Начались протесты после попытки властей разрешить выдавать Китаю людей, подозреваемых в совершении преступлений. Там им может грозить смертная казнь. 105 человек ранены в результате землетрясения в Албании. По последним данным, разрушены 562 дома. И еще в 34 многоквартирных высотках треснули стены. Это самое мощное землетрясение за последние 30 лет. Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. Очаг находился на глубине всего 10 километров. Его ощутили также в соседней Греции. Это было мощное землетрясение. Как только оно началось, было ясно, что это. Мои инструменты начали сами по себе передвигаться. Я пытался поймать их, пока они не попадали на пол. Было ощущение, будто бы я на лодке. Люди были напуганы, пытались выбраться из помещений. Но как только началось землетрясение, это было уже невозможно. Нельзя было воспользоваться лифтом или спуститься по ступеньках. Она выросла в небогатой семье в Украине и смогла уехать учиться в США. 19-летняя киевлянка, которая мечтает жить и работать в Вашингтоне, еще в школе начала реализовывать свою детскую мечту. Что у нее из этого получилось и как она это сделала, расскажет Александр Кулибаба. Я вскочила, чуть ли там не кричала, я забежала к папе в комнату и говорю, папа, я поступила. Учиться в Соединенных Штатах было самой заветной мечтой Софии. Сейчас 19-летняя украинка Стуренко частного колледжа в Соединенных Штатах. Но путь к мечте был нелегкий. София начала подготовку с поисков грантов, которые полностью покрыли бы все затраты на обучение. Кроме того, она усиленно занималась английским языком и параллельно собирала все необходимые документы. Начиная там от TOEFL, заканчивая SAT. Дальше было эссе, резюме. Спустя полгода Софии пришел ответ. Она поступила в епископал хайер скул. Она пришла в совершенно новый класс, в новый коллектив, в котором она ранее не училась. И при этом она была абсолютно спокойной. Прекрасная ученица, веселая, дружественная, легко идет на контакт. Неделя у Софии расписана поминутно. Уроки, дополнительные кружки и занятия спортом – все это предусмотрено учебной программой. Предметы студенты выбирают сами. Из обязательных – только английский. Вот что действительно хорошо, это то, что есть свобода выбора урока, который ты хочешь изучать. Какие уроки выбрали? В этом году я решила взять экономику, политику, статистику, немецкий, хор, музыкальная теория и английский. Он обязательно. Ученики из Украины более эрудированные, рассказывает София. Говорит, 23 обязательных предмета в украинских школах способствуют всестороннему развитию и дают хороший уровень знаний по базовым наукам. Потом их можно только развивать в американском колледже. Выбор огромный. Можно брать психологию, можно взять физику, я ее взяла в прошлом году, инженерию. У нас также есть в школе, в научном центре, есть как лаборатория, в которой 3D-принтеры, вот все, что поможет ученикам больше себя развивать. Действительно, после урока можно туда прийти и печатать себе на этом 3D-принтере. В этом американском колледже около половины студентов – иностранцы. Обучение, проживание, питание и даже досуг – все покрывает грант. По выходным, когда наши ученики не ходят на занятия и им нечем заняться, они могут пойти в округ Колумбия, чтобы посмотреть, скажем, хоккейную игру, баскетбольный матч или какое-нибудь драматическое или музыкальное представление. А также целый ряд других мероприятий. И не нужно за это платить, все входит в программу обучения. Здесь София учится уже второй год. В США иностранцы традиционно получают образование в колледже в течение двух лет, а потом могут подавать документы в высшее учебное заведение. Александр Кулебаба, Павел Суходольский, Вашингтон, UATV.